Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Анны Дергаусова. А в гостях у нас сегодня протеерей Владимир Килин, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора. Здравствуйте, отец Владимир. Добрый вечер. Здравствуйте. Рады видеть вас у нас в гостях. И вот такую интересную мысль прочитала накануне, готовясь к нашему интервью. Самое сильное лекарство в мире – это вера. Вера в Бога, вера в любимого человека, вера в себя, вера в исцеление. Вера лечит и душу, и тело, а все остальное – дополнение. На самом деле, вера без дел мертва есть, говорит Священное Писание. Поэтому вера – это, по слову апостола, уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. А вот то, что каждый день занимает нашу жизнь, наше сердце, нашу душу – это действительно актуальные вопросы. И вопрос веры в том числе. Только, еще раз говорю, вера не в этом вот лубочном изложении, когда вера во что бы то ни было, помогает во всем, чем угодно. Вера христианская, вера православная, она несколько отличается от того свойства общечеловеческого – верить во что бы то ни было, принимать что бы то ни было на веру. Это естественное свойство человека, но оно нуждается, как все человеческие свойства, в воспитании, развитии и осознании. Отец Владимир, но не случайно начала с этой цитаты, ведь сегодня такое обилие информации, и, к сожалению, люди очень часто под этим обилием информации верят ведь во все. Сегодня вот что только не написано. Нет, ну, видите, в чем дело. Обилие информации не означает обилие смысла, потому что большей частью информации сегодня является способом манипуляции, вот, власти над нами. В каком порядке подается информация, какого рода содержание выдвигается на первый план. Это очень важно сегодня, и поэтому закажущимся обилием информации, как закажущий за видимой пестротой на наших полках в магазинах, на самом деле оказывается достаточно небольшое, собственно, смысловое содержание. Поэтому речь идет о том, чтобы напоминать себе постоянно о главных константах нашей жизни, жизни христианской. Вот в этом смысле наличие множества разных мнений не делает их всех равнозначимо верными, достойными веры. Вот здесь нужно очень внимательно ориентироваться в мире идей, соотнося их с прошлым, собственным опытом, с традициями своего отечества, народа, своей церкви. Тогда можно информацию определенным образом для себя отсеивать, принимать на веру, не принимать, отвергать, бороться с чем-то, потому что иногда нам навязывают ложные образы, ложные информационные целые концепции, которые разрушают то, чем держится на самом деле семья, отечество, в конечном итоге человечество. А вот сегодня, как вам кажется, люди больше верят или не верят, говоря о христианстве? Видите, в чем дело. Сегодня и всегда, с точки зрения церкви, это категории несущественные. Потому что род приходит и род уходит, а земля остается вечной, говорит нам священное писание устами премудрого, экклесиаста. Речь немножечко о другом. Нынешнее время, в котором мы уже проживаем во времени, свою вечную жизнь мы начинаем во времени. И во времени меняются обстоятельства проявления веры. Вот сегодня, в нашем Отечестве, такое положение вещей, когда церкви открыты, люди могут открыто молиться. Повлияло ли это на более глубокое проникновение в веру? Не знаю. Я не убежден, что с наличием более оперативных средств донесения информации о вере, о Боге, чем, скажем, 10 веков или 20 веков назад, глубина понимания этих истин для человека открылась больше. Нет, боюсь, что нет. Другое дело, что человек, в принципе, по природе своей изменчив. И поэтому мы не можем говорить, что вот что-то стало, что-то становится. Что-то из того, что происходит в Церкви и в нашем Отечестве, и в мире, стало отчетливо лучше. Вернее говоря, освободилось от внешнего насилия и навязанных пут. Что-то, к сожалению, потонуло во внешнем, в суете, в мишуре. Поэтому принципиальная разница бытования веры в человечестве и в человеке в века прежде нас и ныне, наверное, не различить. Другое дело, что православие и вообще христианство парадоксальная система воззрения. Потому что, с одной стороны, мы все молимся о спасении, но твердо знаем, что этому миру надлежит закончиться. И поэтому в ожидании, что называется, конца света, не киношного Армагеддона, а подлинного окончания мироздания, мы должны устоять, остаться в рамках того, что Господь о человеке замыслил, в рамках его промысла. Вот это и есть христианская жизнь по вере. А значит, от календаря или от местоположения на глобусе мало зависит. И все же принято считать, что человек приходит к Богу через какие-то испытания. Мы говорим, человек приходит к вере, человек приходит к Богу. Бог приходит к человеку. И это бывает по-разному. Иногда это может быть грозное испытание. Помните, Марина Ивановна Святаева написала, значит, Бог в моей двери раздом мой сгорел. Иногда это бывает радостное открытие, когда после многих-многих попыток обрести равновесие с собой, с миром, с близкими, во всех способах. Вдруг человек открывает, что просто в молитве, в признании права других быть такими, какие они есть, и за это их любить, и такими их любить, открывается Бог человеку. Испытание – это же не только преодоление трудностей, достижение духовных рекордов каких-то, бег с препятствиями. Все в нашей жизни испытание. Каждое событие нашей жизни испытывает нас. Только мы не всегда итоги этого испытания можем различить, потому что мы же проживаем эту часть своей жизни во времени. А в вечном бытии, в котором пребывает Бог, наши выборы и испытания могут иметь совсем иные итоги и перспективы, чем нам здесь и сейчас представляется. Но людей, свободно изъявляющих свое православное мера созерцания, стало действительно, видимо, больше. Еще, я говорю, Господь готов сделать шаг навстречу каждому, кто только обернется в его сторону. Но обернуться надо самому. Отец Владимир, ну такой, может быть, личный вопрос. Как вы пришли в церковь? И как были назначены настоятелем свято-троицкого прихода? Указом правящего архиерея, в ту пору епископа Иркутского и Читинского, владыки Вадима. Теперь он возглавляет Ярославскую кафедру, митрополию. Я был клириком Знаменского монастыря в Иркутске. И когда православная община в Ангарске, о которой, можно сказать, подробнее, в 89-м году впервые состоялось такое общественно значимое событие, тогдашний архиерей, митрополит ныне литовский на покое Хризастон, приехал на встречу с общественностью. Она проходила во дворце культуры нефтехимиков. По тем порам, 89-й год, общение с священнослужителем, православным, открытое, да еще такого высокого уровня, епископ, человек высокообразованный, было, конечно, по свидетельству тех, кто участвовал в этой встрече, очень впечатляющим, значимым. И в числе вопросов, которые задавались владыке Хризастому на этой встрече, был вопрос о том, как организовать церковь, приход, общину в Ангарске. Надо сказать, что Владык Хризастон довольно скептично отнесся к возможности созидания церкви в Ангарске. Вы же помните, ну вы-то вряд ли уже человек молодой, но Ангарск всегда позиционировался как город социалистический, город нового. И создание там общины выглядело как бы не вполне даже и возможным. Хотя 89-й год, это уже был год начала так называемого возрождения церковного, потому что в 88-м году мы праздновали тысячелетие крещения Руси. И этот рубеж, эта граница сделала возможным более широкий выход церкви на общественную арену. И вот Владык Хризастон помог зарегистрировать общину, которая очень деятельно начала хлопотать о выделении помещения для совершения богослужений. После многочисленных попыток найти место для собраний христианских, было выбрано помещение клуба «Октябрь» в четвертом поселке, которое в те поры находилось в таком пограничном, я бы сказал, состоянии. Уже там не было культ просвет работы, но и ничего другого не было. И вот начали верующие люди обустраивать там алтарь. Консультировал их тогда отец Александр Белый Кругляков, священник из Крестово-Звиженского храма Иркутска, ныне Устеримский благочинный. И когда время дошло до уже какого-то зримого результата, община обратилась к епископу, нужен священник, чтобы уже дело доходило до дела. И 11 августа 1991 года мне был вручен указ о назначении меня настоятелем Свято-Троицкого прихода города Ангарска. Вот я приехал с 12-го числа и с тех пор здесь служу. А первая литургия, первая главная служба православного богослужебного цикла, первая литургия была совершена в день празднования Успения Божьей Матери, 28 августа 1991 года. Да, с тех пор многое переменилось. Ангарчанам удалось обрести свой собор. Это большое событие, значимое событие для города, который, в общем-то, историю свою исчисляет по городским меркам еще небольшими сроками. Города России, украшенные храмами с тысячелетней историей, конечно, глядят на Ангарск, как на очень младшего брата. Тем не менее, это русский город, который обрел нормальное русское сердце православное, свой собор. Это значимое событие. В 2006 году, 21 сентября, храм был освящен. И за все это время всегда в числе тех, кто приходит в храм, были и люди зрелого возраста, и совсем юные. Кто-то приходил и оставался тотчас, кто-то в сомнениях уходил, возвращался, кто-то вырос на нашем приходе. Это как везде в России. В храме те же самые люди, и поэтому церковь, кстати говоря, иногда несет непростое служение, потому что вынуждена быть со своим народом там и тогда, где и когда он пребывает. В тех обстоятельствах, зачастую очень нелегких, трагичных, в которых история поставляет русский, российский народ. И мы с вами участники этого процесса, как церковные люди, так и около церковные, так и те, кто просто проезжает мимо красивого храма, радуясь, что в Ангарске есть такое сокровище. В этом смысле 30 лет, четвертый десяток лет православной общины, он естественным образом вливается в общую историю города. В общем-то, половина истории нашего города уже с Христом. Идеальным образом священника является, конечно, Христос Спаситель. Когда для того, чтобы спасти падший мир, он готов был не только учить, чудотворить, назидать, повелевать, но жертвовать и передать самого себя для нашего всеобщего спасения, для спасения каждого. Или, как замечательно написал о своем служении апостол Павел в послании, в письме к Коринфянам, он говорит, что я был с немощными немощами, старался быть всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых. В этом смысле, как ни странно, первый человек, которого встречает, приходящий в храм, это, увы, пока не обязательно священник. Чаще всего первый человек, которого видят, это женщина в священной лавке, это церковный дежурный, сторож или дворник. Вот тут надо быть готовым к тому, что эти люди, может быть, не вполне компетентно, или уж, по крайней мере, не вполне полно, готовы вас наставить в истинных верах. И поэтому огорчаться, что вы, придя в храм, встретили не очень приветливую бабушку или не очень образованного сторожа, не следует. Вот священник, в числе прочего, конечно, несет на себе и послушание учительства, открывая истинно верно первое. И главное, что делает священник? Он тайносовершитель, он исполнитель воли Христа, который заповедал своим ученикам творить таинство благодарения в Харистии, в его воспоминаниях, и в этом обещал нам быть с нами всегда. Один из главных православных праздников, христианских праздников – это Рождество, двунадесятый праздник. Один из двунадесятых праздников, верно. И вот, конечно, для меня лично это такой, наверное, даже важнее, для светского человека важнее, чем всякий Новый год. Но это главный праздник, что уж говорить, для меня и в моей семье. И вот многие христиане спрашивают, а вот как же быть? Вот пост же, так сказать, предвещает праздник, а Новый год? А как быть? А как вот… Да как быть? Тяжело. Это, к слову, о предыдущем вопросе о том, что… Да нет, ну это как раз эти трудности, они на самом деле большей частью мнимые. Ну, во-первых, соблюдение поста – это не только и не столько ограничения в пище. Да, разбор там и животного происхождения, пищу не едим. Можно ведь, вы знаете, раскошествовать и объедаться и пищей постной, которая не запрещена в пост. И, напротив, есть люди, которым по здоровью вовсе противопоказано воздерживаться от молока. Это дело личного выбора. Смысл поста не в этом. Смысл поста в том, что просто, чтобы поднять праздник над остальными днями, надо в остальные дни немножечко угасить наше неуемное веселье, нашу неостановимую лихорадку потребления, развлечения. Надо дать время себе подумать о Боге, о том, с чего мы начали наш разговор, о том, что есть основополагающие ценности, которые нуждаются в осознании. А чтобы их осознать, нужно перестать шуметь, перестать кричать, перестать браниться, обижаться. Может быть, дать себе просто время наедине со своей совестью побыть, для этого выключить гаджеты, телевизор, телефон и просто помолиться. Вот пост – это время сугубого внимания к внутреннему своему человеку, к своей душе. Тогда, после этого труда духовного, а это, поверьте мне, гораздо более сложный путь, чем просто отодвинуть в сторону бутерброд с колбасой. И приходящий праздник, когда можно будет радоваться друг другу в веселых песнях, в украшении дома, в праздничной одежде, в вкусном обеде, тогда праздник осознается как праздник. А если у нас каждый день мы все атрибуты праздника имеем на лицо – украшение, развлечение, лакомство. А чем отличается праздник от не праздника? Только тем, что выходной день на работе. Поэтому никого противоречия здесь нет. Что касается того, что из-за расхождения двух календарей Новый год гражданский попадает в период рождественского поста, потому что Новый год церковный, он обрезание Господне 1 января по старому стилю, 14 по-новому, он логично уже входит в период святок от Рождества до Крещения. А здесь штука такая, что наиболее строгие дни поста как раз начинаются с 1 числа. То есть никто не мешает вам поздравить друг друга с гражданским Новым годом, не усердствуя, разгулив. А там, как говорил мой батюшка, отец Андреевский, из-за чего Царства Небесного, священник, который много чего мне сказал полезного в жизни, он сказал, что хлеб и вода на любом столе есть. Поэтому в праздничный день и в любой можем найти возможность быть воздержанным и не смущать никого своим разборчивым поведением. Уж хуже всего, когда мы свои подвиги поста делаем достоянием общественности. Нет, я этого не ем, нет, я туда не пойду. Вот, это не полезно духовно. Так что противоречие нет. Но чтобы праздник был праздником, нужно, чтобы будни-то были буднями, чтобы какой-то труд в них находился. А иначе, еще раз говорю, что все это теряет радостный смысл. Вы упомянули, что Рождество был на десятый праздник. Вот 12 раз в году Церковь вспоминает такие особые события всемирной, вселенской истории, которые имеют уникальный смысл. В этом смысле рождение мальчика в Вифлееме, рождение Христа в овечьем хлеву в бедном, это событие, которое вроде бы похоже на все другие рождения, но принципиально ни с чем не сравнимо. Вот осознать это, впитать, подумать об этом, рассмотреть этот свет звезды Рождества, помогает пост, тогда праздник, да. Я думаю, что для тех, кто сколько-нибудь свою жизнь соотносит с церковным уставом и календарем, ни пост, ни подготовка к праздникам труда не составляют. Не эти главные наши искушения и трудности. Правда, это правда. Вот я хотела, отец Владимир, поделиться своим опытом, скажем так, прихода к посту. Вот три года я держу Великий пост, стараюсь, по крайней мере, там держу, может быть, да, громко сказано, но тем не менее, конечно, это не пройду совершенно, но тем не менее, даже отказаться от этих благ, которые мы имеем возможность потреблять вот каждый день. И хочу сказать, что такое счастье, вот особое, я испытываю всякий раз с наступлением Пасхи, когда ты можешь разговеться, и ты понимаешь весь смысл этого слова, и вот это, конечно, дорогого стоит. Нет, но это подарок для себя, потому что замечательно говорил один из наших современников, проповедников, тециан-крестьян, говорит, что-нибудь не делать ведь проще, чем что-нибудь делать. Не вкушать проще, чем хлопотать и не отходить от плиты целый месяц. Ну, это такое житейское и отечески мудрое наставление, но речь еще и о другом. И пост, и молитва, и вот особенный чин богослужений, они отличаются в посту и в праздничные дни, все это только для того, чтобы нам помочь быть со Христом. Вот все это сокровища, накопленные нашими предшественниками, поколениями людей, которые всю свою жизнь стремились по возможности, по мере сил, еще раз говорю. Это надо отдавать себе отчет, что человек живет в исторических обстоятельствах, и его силы не безграничны. Но это все накопленные сокровища именно на пути стяжания духа благодати, духа мирного, духа святого. А он обретается, намывается по крупице и от любовного вглядывания в традиции нашей Церкви, в ее красоту богослужения, в ее непростую символику живописи церковной, в слушание в тонкости духовной музыки. Это и стремление глубже проникнуть в священное писание. Это и прямое участие в делах, без которых мертва вера, в делах милосердия, в делах любви, в делах прощения. Все это вместе и есть. Жизнь во Христе. А вот какие богослужения ожидаются в рождественские праздники? Традиционные, праздничные. Будет две литургии во всех храмах нашего благочиния. Ангарский городской округ еще является церковно-административной единицей, благочинием. Вот туда входят приходы, уже упомянутые мною. Везде будут совершены праздничные богослужения. Дело в том, что Рождество, оно открывает такой период церковного года, как называется, святки, когда поста уже нет, все друг друга поздравляют, радуются, ходят в гости, дарят подарки. И этот период завершается праздником Богоявления, Крещения Господня, которое тоже будет традиционно отмечаться праздничными богослужениями во всех приходах нашего благочиния. В храмах будут совершаться и ночные богослужения, но расписание это публикуется. А что касается сопряженных с этими праздниками мероприятий, иногда бывают фестивали, рождественные концерты, но пока сегодня я не могу вам сказать, потому что очень часто мы зависим в этих мероприятиях от эпидемиологической обстановки, от финансовых возможностей. Внешних факторов. Это еще одно, что внешние атрибуты праздника, они могут меняться, быть или не быть. А вот то, о чем вы упомянули, богослужения неизменно всегда во все века и в этом году тоже будут праздничными, полны особенных глубоких назидательных песнопений, нравоучений. Мы ждем традиционно рождественского послания патриарха и нашего митрополита. В этом смысле, слава Богу всемогущему, ничего не изменится. Отец Владимир, ну конечно, вот в наше, скажем так, время, о котором мы уже сегодня говорили, да, ну что делать? Времена не выбирают, в них живут и умирают. И поэтому нужно жить и жить как-то стараться правильно, укрепляя себя в вере, возможно, опираясь на те самые вот основы, да, и без них ведь никак, потому что такой, такой просто бешеный ритм сегодня. И человеку важно сохранить себя, важно выстоять. И вот я думаю, что сегодня мы очень много говорим ведь о патриотизме и о том, что нужно объединяться и так далее. Вот как важно, мне кажется, вот именно в это время сохранять и возрождать, и укреплять православие, христианскую веру. Ну, Христос, если вы помните, благословляя своих учеников, молился, обращаясь к Отцу, да будут они едины, как мы с тобою. Высший образ единства в любви – это образ Святой Троицы. Когда неисповедимым образом троическое божество, единое Отец, Сын и Дух Святый, в духе любви являются единым Богом. Вот если бы мы действительно стремились быть едиными друг с другом, как Господь един в себе, в любви, в полноте, в служении друг другу, не в смысле общности исторической, в общности территориальной, национальной, государственной, а в смысле подлинного человеческого единства, тогда, наверное, то, о чем вы сегодня несколько раз говорите, выстоять, устоять нам, не пасть в грех, в погибель, было бы не то чтобы легче, но возможней. Сегодня, к сожалению, мы ищем большей частью иные, объединяющие нас факторы, кроме Христовой любви. Это печально, но это так. Поэтому будем надеяться, что милость Божья, которая шире закона и больше мироздания, поможет нам устоять в вере. Но, еще раз говорю, это требует нашего человеческого труда и усердия. А насчет того, что бешеный ритм жизни, множество, это ведь вне нас. И здесь очень-очень многое зависит от того, чтобы внешний шум, суету не пустить внутрь, не сделать ее законом своей внутренней жизни, не жить по закону всеумножающегося потребления и самоугождения. По возможности, по мере сил, вот еще раз говорю, осознание меры сил своих, оно очень отрезвляет, потому что мы иногда ставим перед собою или мечтаем себе о таких вот вершинных задачах, которые заведомо нам не по силам. И было бы нелепо и бессмысленно предполагать, что мы к ним способны. Но есть вещи, на которые мы бесспорно способны. Мы способны быть любящими, прощающими, независливыми. Это мы способны. И этому помощь и молитва, и пост, и те дела, и обычаи церковной жизни, которые веками в себе сохраняет церковь. Я желаю, чтобы наш с вами грядущий новый по всем календарям год, и рождественский праздник, и всякий день нашей жизни ход проходил хотя бы не без этого осознания, что мы призваны устоять в человеческих рамках, в посильных нам рамках стремления к Богу. Как говорила мать Тереза, что ты можешь сделать? Иди, люби свою семью. Спасешься ты, спасется вся твоя семья, как принято считать. Ну, мать Тереза, может быть, не столь универсальный авторитет, как Серафим Саровский, который назидал нас стяжать дух мирен внутри себя, и этим обещал тысячи вокруг тебя спасутся. На самом деле, если бы нам удавалось нести в себе покой и мир, который так трудно достижим, то действительно многие ранящие нас ситуации внешнего мира просто миновали бы сами собой, если бы внутрь себя не пускали мы обиду, злобу. Еще раз говорю, после для этого, чтобы всерьез оглянуться, кто нуждается в нашем прощении, кому хуже, чем нам. Этих людей множество. Нам так жалко себя. А сколько людей, которым хуже, чем мы? Поэтому будем надеяться, что и пример святых, и наставления их помогут нам опять-таки состоять, устоять в христианской вере. Оттого и будет радостнее потом прийти домой, обнять близких и поздравить всех. В общем-то говоря, до Рождества совсем немного осталось времени. И до Нового года по календарю немного времени. Почему-то принято на Новый год, на будущий год, на отдаленное время делать хорошее пожелание. Не надо откладывать, пожелать друг другу тепла и добра сегодня. Сегодня будьте здоровы, будьте тверды в вере, кто верует. Обретите эту твердыню, кто еще ищет. Пожалейте друг друга. Простите друг другу. Сегодня, не дожидаясь Нового года, 23-25-го, сегодня, в этот день, когда мы можем друг друга видеть, прощать и любить. Всего доброго. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что это была программа «Актуальное интервью». Сегодня с нами в гостях был настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора, протеерей Владимир Килин. Смотрите нас и на сайте actstv.ru. Посещайте храмы и будьте в вере. Всем доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин